Была такая? Глаза хорошо видела? Очки одень, дед. Это моя медаль. И это моя. Все восемь медалей, которые Ивану Дмитриевичу пришлось отдать грабителям, вернули владельцу. От радости ветеран едва сдерживает слезы, ведь он и подумать не мог, что кто-нибудь может поступить со святыми чувствами и совершить столь дерзкое преступление. Все случилось в минувшие выходные. Злоумышленники пробрались к пожилому мужчине в дом, связали его и, угрожая расправой, похитили боевые награды, сотовый телефон, деньги 13,5 тысяч рублей и угнали «Жигули» из гаража. В ходе проведения оперативно-развыкновенного мероприятия автомобиль ВАЗ-1074, похищенный у Бондаренко, был обнаружен на территории Оренбургского района в сожженном состоянии. Грабителей нашли спустя два дня. Ими оказались односельчане ветерана. А не жалко было деда? Деда не жалко было? Когда пьяные были, нет. Полицейские говорят, хорошо, что у этой истории счастливый финал. Ведь, к сожалению, такие зверские поступки – не редкость. К примеру, в феврале в Грачевском районе ветерана избивали руками и ногами. Нечеловеческую жестокость грабители проявили ради 200 рублей, которые украли у старика. В Бузулуке преступники решили расправиться с 84-летней пенсионеркой. Нанесли ей 12 ножевых ранений. Пожилая женщина чудом осталась жива. А в Новосердьевке ветерана до смерти забили металлическим базиком. Всех преступников нашли, они получили реальные сроки. За хамское преступление этой троицы может грозить до 7 лет тюрьмы. Юлия Гафарова, Наше время.